Друзья мои, приветствую вас на своем канале. С вами снова я, Зоя Клемюк, психолог. Марат Башаров. Очень интересная личность. Он в последнее время постоянно находится в поле зрения. Для тех, кому важно, что будет. Бездуховность, агрессия, просто неосознанная агрессия, я так это назову. Это началось где-то с 2017 года. Пиком был 2018 год. А с конца 2019 года Марат Башаров снова вышел на арену. Все то, что мы сейчас слышим, наблюдаем. Конец 2019 года. Это уже начало. Пожалуйста, пройдите к кассе. Там все записано, будем рассчитываться. Задолжал. Очень сильно задолжал парень. И это будет продолжаться по 2023 год. 2021 год увенчается некими разборками. Это будут суды. И будет приговор суда. И будет некое такое некрасивое положение. То есть именно уже 2020 год начал высвечивать его как личность. Как личность. Такую не совсем красивую личность, прямо скажем. Слишком много психической энергии. Что касается работы, то будет он работать. Его будут приглашать и на шоу. Но я должна сказать, что для него это будет, конечно, болезненно. Особенно шоу. Ну, работа у него, короче, будет. 2022 год по 2023. Вы знаете, очень интересная такая судьба, что по 2021 год будут вот какие-то разборки. Ну, скорее всего, что будет судебный приговор. Скорее всего. И начнется это с сентября месяца. И продлится, я вам даже скажу, как бы будут вспоминать, скажем так, где-то тоже по сентябрь 2022 года. То есть практически два года, практически два года это будет за ним тянуться. Что это даст? Это даст, скажем, некий скачок в сознании. Более того, высветит, начиная от 2022-2023 год, некие светлые стороны. То есть он будет паинькой. Более того, я могу предположить, что это будет интересная, заметная работа. Возможно, в кино или еще где-то. То есть он где-то засветится в хорошем смысле этого слова. 24-й год, это будет для него самым таким, даже может быть, опасным годом. Опять будет какой-то конфликт. И это будет эмоциональный внутренний кризис. И будут какие-то в семье опять проблемы. Это 24-й год. А 23-й, что он у нас, немножко вернусь. 23-й более-менее уже он каким-то образом будет держаться. Но он потом опять сорвется. Но его будут какие-то суды, будут какие-то, скажу так, он будет задействован в высших эшелонах власти, в каких-то тайных органах. Это все будет для него опасно. А сейчас немножечко, чуть-чуть матрицы. Почему так происходит? Хорошо? Марат Башаров – это человек, который действительно находится или же находился на вершине своей профессии. И ему как бы уже дан этот венок и звезд, эта звезда. И у него достаточно силы было, в крайнем случае. Эта сила ему дана для того, чтобы он развивался сам и помогал тем, кто карабкается, вот так скажу, сзади за ним. Потому что он все-таки впереди. Судьба Марата Башарова – идти вверх. Это его предназначение. Но самое главное, что он должен сочувствовать, и его душа должна быть справедливой. Только в таком случае, только в таком случае он заслуживает вот этого венка-победителя. Каждый его добрый поступок, который он делает, ради борущихся, страждущих или страдающих, приносит ему некие дары и даже присоединяет славу небес к ожидающим его земным наградам. Мы видим, что этого нет. Он получает то, что получает. Так, что еще такого интересного? Это то, что Марат Башаров – это человек, который распространяет какое-то новое учение, чья жизненная позиция основана или будет основана, или должна быть основана на доверии и ответственности. Я думаю, что это его участие может быть вот в этом шоу экстрасенсов. У него аналитика хороша, точный, строгий такой ум, его действия соотносятся с необходимостью и поступками окружающих, должны соотноситься, так как он вообще не приемлет небрежности. У него даже может быть девиз «надежно свяжешь, спокойно возьмешь». То есть это некий символ такой защиты. Кстати, он и не скрывает этого. Он во всех интервью говорит, что он строгий, требовательный, что он любит порядок и беспрекословного подчинения. Так, фортуна, его судьба. Ну, она указывает на Башарова, как на человека, который очень пострадает, сильно пострадает, если будет пренебрегать своими какими-то определенными знаниями, которые могут избавить его и должны избавить от горестей. Но ему надо уметь ими воспользоваться. Он должен, он просто обязан попытаться осознать. Мне нравится то, что говорят часто в храмах, что уныние – это грех. Так вот, и судьба предупреждает Башарова, что чем сильнее проявляется печаль, тем труднее ему распознать истину. И чем сильнее сгущается мрак, тем больше опасностей. Ему надо разобраться, у него есть знания, творческие люди все со знаниями, артисты, главные редактора, журналисты, потому что информация идет. Все зависит от того, насколько правдива эта информация. Что касается с Маратом Башаровым, да, это человек со знаниями, но он эти все знания сам и гасит. Почему он и кодировался, и сейчас, наверное, закодированы, потому что за такого человека всегда борются. И светлые силы, и темные силы. Его участие в битве экстрасенсов, то оно тоже не прошло даром, потому что было на него воздействие, это понятно. Он сам себя выжигает, сам себя выжигает. Друзья мои, каждый человек, алкоголик особенно, это говорит о том, что у них есть знания и есть низкие программы. Борются светлые силы и борются темные силы. Тот же Михаил Ефремов, который и пьяный выходит на сцену, и бог знает какой, но он, это талант. Он очень много видит, он многое предвидит, он многое предчувствует. Нужны учителя, наставники таким людям, которые могут рассказать, объяснить, почему так, а почему не так. Ну, я думаю, что все лежит на поверхности. Крестом или крест судьбы, как говорят, это крест, который должен нести Марат Башаров. Это то, что, имея несколько такой эксцентричный характер, будет вовлекаться все время в какие-то дела, споры, так оно и есть, от которых он ничего не выиграет. Это культурный, воспитанный человек, тонко разбирающийся в сердечных делах, ценящий красоту во всех ее разнообразных формах. Что касается отношения с женщинами брака, то это опасное занятие, потому что, давайте пошучу, наверное, то есть он должен всегда настраивать свою арфу для того, чтобы были какие-то отношения. Я не имею в виду секс, я имею в виду внутреннее состояние, потому что человек устает от своего партнера. Он любит, чтобы все было на своих местах, чтобы было беспрекословное подчинение. И даже если это будет, все равно у него будет некий дисбаланс во внутреннем мире, и это будет проявляться в социум, то есть выходить наружу. И выходить наружу, это все будет через близких людей, которые именно в этот момент находятся рядом. Что касается вообще каких-то любовных отношений, то это для него такая трудная разбитая дорога. И партнер, любой партнер, который окажется с ним, это для него тяжелый труд. Это некая груда тяжелых цепей, обязанностей, ответственности. Попытка создать семью – это бессмысленный труд. Он будет и дальше опутывать себя вот этими цепями. Причем это его же собственные позывы, его собственные начинания, его попытки. Но это связано с тем, что у него очень много своеобразных идей, мыслей, причуд, фантазий. Он пытается каким-то образом по-своему гармонизировать, контролировать все, что происходит, одновременно развивать наблюдательность. Ему надо каким-то образом понять важнейшие законы своего внутреннего мира. У него подсознание выдает такую информацию, а мышление тут же это подхватывает. Так вот, дорогие мои, подсознание – это вторично, троично и десятирично. Самое главное – это мышление, логика. Ему надо разобраться. Во-первых, у него стоят защиты. А эти защиты, они всегда провоцируют очень много конфликтов. Вообще очень много на нем всего висит. Ему надо найти воцерковленного человека, священника, именно воцерковленного святого, которому сходить на исповедь и снять вот эти все защиты, которые даже между собой конфликтуют. А уж социумом и тем более, а в домашней обстановке – это вообще невозможность жить, невозможность существовать. Во-вторых, вы меня простите, милые дамы, вы тоже понавешали на него столько защит и столько приворотов, что я не знаю, как этот товарищ выдерживает. Причем все женщины, которые у него были, все старались его каким-то образом надеть уздечку. Друзья мои, дорогие мои, на этом все. Я думаю, что я и так очень много вам дала информации. У Марата Башарова прошу прощения за вторжение в личное пространство. На этом все. Берегите себя. Удачи!